Продолжение следует... Выбрать место показа, пригласить гостей и прессу, заручиться поддержкой модельных агентств, выдержать многочисленные кастинги и заставить бессловесных манекенщиц стать реальным воплощением воображаемых образов. От их улыбок, жестов и каждого поворота головы зависит успех коллекции и их самих. Они призваны вдохнуть душу в творение модельера, слиться с ними воедино под лучами софитов, вызывая у зрителей фантазии, мечты и желания. Прежде всего, желание обладать платьем, костюмом, платком, всем тем, что мы и называем модель. Продолжение следует... Что же такое мода? Вольтер назвал моду божеством легкомысленным, докучливым, эксцентричным и безумным. Она то появляется, то ускользает, непрерывно обновляясь. Наталья Нафталиева считает, что мода во все времена потакала общему желанию мужчин и женщин подчиняться и подчинять вкусом, тенденцией, временем. На моде разоряются и делают целое состояние. Она влияет на составление закона. К ее услугам прибегают, желая показать наличие богатства, а вместе с тем и определенную власть. С ее помощью пытаются скрывать комплексы и изъяны, формируя фасоны и разрабатывая стиль. Продолжение следует... Продолжение следует... Первый успех пришел к Нафталиевой вместе с коллекцией моделей из кожи, которая была представлена в Париже. После чего Наталья заявила о себе, создав еще несколько коллекций, которые принесли ей успех и признание. Сегодня у нее одеваются политические деятели, звезды кино и телевидения, деловая элита. С ней сотрудничают крупнейшие производители текстиля, поставщики ведущих европейских домов моды. Нафталиева привлечена в качестве одного из идеологов к разработке концепции юбилейных московских торжеств. Впрочем, зная творческий потенциал Натальи Нафталиевой, ее творчество стоит расценивать как многоточие. Впрочем, зная творчество 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 Впрочем, зная творчество